Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодняшняя программа у нас посвящена 90-летию Московской области, которая отмечается в этом году. Естественно, мы вспоминаем прошлое, говорим о настоящем и заглядываем в будущее. Сегодня у нас в студии Александр Галамазов, выпускник, который набрал максимально возможное количество баллов по единому государственному экзамену по математике. Естественно, у нас речь идет о городском округе Люберцы, правильно? Скажите, вы один такой? Ну, я не единственный стоп-бальник всего в Люберецком районе. 7 стоп-бальников, но по математике – да. А какие еще есть коллеги-стоп-бальники? Я знаю, есть один стоп-бальник по химии, кажется, два стоп-бальника по литературе и два стоп-бальника по русскому языку. Вот давайте честно говорить, что такое стоп-бальник по литературе и что такое по математике? Наверное, это разные вещи? Ну, естественно, совершенно разные экзамены, совершенно разная подготовка. По математике, лично, по моему мнению, кажется, немножечко полегче, потому что, чтобы получить максимальный балл по математике, можно потерять 2 балла из первичных, а по литературе нужно набрать максимальное количество первичных баллов. Кроме того, по литературе существует сочинение, которое может оцениваться весьма субъективно, и поэтому это, мне кажется, немножечко тяжелее. То есть вас с гуманитарным направлением не очень, да? Ну, на самом деле, в классе восьмом-девятом мне очень нравились гуманитарные предметы. Я даже задавал ОГЭ в девятом классе по обществу знаний. Расшифровывайте сразу, потому что некоторые люди даже не знают, как ЕГЭ еще расшифровываются. ОГЭ – это, насколько я помню, основной государственный экзамен. Да, основной государственный экзамен, а ЕГЭ – это единый государственный экзамен. Я, значит, писал ОГЭ по обществу знаний, написал, правда, на четверку, но до этого писал несколько Олимпиад по обществу знаний, был призером муниципального уровня, однажды был победителем муниципального уровня по праву, также пытался по истории Олимпиады писать, но по истории не выходило, конечно. Но и сейчас мне очень нравится история, я вот наконец-таки появился у меня в свободное время после экзаменов, и я планирую ознакомиться с курсом всемирной истории. Ну, мне так кажется, что вы, наверное, относитесь к самой редкой и, тем не менее, важной такой разновидности современного человека – это физик и лирик, как раньше говорили в вашей версии, это математик и лирик, да? Ну, давайте поговорим сначала о едином государственном экзамене, тем более, что для любого города, городского округа, для района, для области, для страны в целом, любой человек, который сдает экзамен, единый государственный экзамен, столь хорошо – это, ну, как у нас сейчас принято говорить, наше будущее. Вот скажите, я сдавал экзамены, я помню по версии, это Советский Союз, это вам для историков в будущем, тогда нужно было сдать медалисту один экзамен, и один экзамен нужно было сдать для того, чтобы поступить в ВУЗ. Вот, я имею в виду, это ВУЗ, то, что касается ВУЗа, а так у нас, по-моему, было тоже 8 каких-то еще экзаменов, вот типа государственных. Мы сдавали это по старой системе, о которой вам ничего не известно. Правда ли, что единый государственный экзамен – это сплошные нервы, мучения, обмороки, и обмороки и у детей, и у родителей? Вы как относитесь к ЕГЭ? Честно говоря, мне кажется, что все это зависит от уровня подготовки, потому что лично я ни на одном из четырех экзаменов, которые я сдавал, я не волновался на протяжении всего экзамена. Я чувствовал себя совершенно спокойно. Хотя, признаюсь, за месяц до экзамена или за еще какие-то сроки я волновался очень сильно. То есть потрясло немножко. Да. Но где-то вот за неделю до экзамена как-то вот волнение пропало. Вот расскажите нам, как можно набрать 100 баллов, вообще какая система для тех, кто может быть, у кого дети, например, только пойдут в этом году, да, в школу, или те, кто планирует сдавать единый государственный экзамен, потому что время бежит быстро. Что это вообще такое? Какова система? И вот как вы прошли этот путь? И когда вы узнали, что заработали 100 баллов? Ну, мне вообще хочется начать с того, как, собственно, получить из 100 баллов. На самом деле важно сейчас тем людям, которые поступили в 11 класс, понять, что год – это довольно-таки большой промежуток времени. И за этот год на самом деле можно, так сказать, наверстать любой предмет на 100 баллов. И неважно, есть ли у вас к нему предрасположенность или нет. Потому что вот лично я, например, в 8-м, 9-м классе был, ну, не очень по математике все-таки, но... А что случилось-то так? Что у вас перемкнуло где-то? Ну, вот как-то... То родители? Да не родители, как-то вот появилось желание поступить в МГУ, на технический факультет. Вот, и это... Я даже могу сказать примерную дату, когда это произошло. Это было в феврале, когда я был в 9-м классе. И, честно говоря, тогда я планировал написать ОГЭ, ну, основной государственный экзамен, где-нибудь на 4 по математике, вот, остаться там в своем классе. У меня был непрофильный класс. Вот, но примерно за полгода я наверстал ОГЭ на пятерку, получил почти максимальный первичный балл по нему и прошел в физико-математический класс. Так. Вот, но все равно в 10-м классе, не сказать, что я был прям уж очень готов писать на 100 баллов, цель написать на 100 баллов у меня появилась примерно как раз-таки за год до математики, ну, до экзамена. Вот, и я начал готовиться, то есть... Хорошо, а как вот сама система этих баллов? Вы получаете какой-то тест, да, и вы по этому тесту должны что-то в квадратиках заполнить? Существо в ЕГЭ по математике есть 19 заданий. Так. Структуры делят его на две части. В первой части, первая часть это тестовые, ну, не тестовые, то есть вы просто заполняете ответ в бланке, вам дают задачи, вы просто должны заполнить ответ. Ответы какие есть? Там теорема Ферма, например, или еще кого-то? Ответ численный, то есть первые 12 задач, да, на них все есть численный ответ, то есть там есть геометрические задачки, задачки на теорию вероятности и так далее. Вот, далее идет вторая часть, это оставшиеся 7 задач, как раз-таки они являются сложными. На них их необходимо написать на листке письменно и написать ответ. А, ну, то есть весь ход решения, логику решения. Вот, необходимо быть, правда, очень внимательным, потому что за любую такую описку или, возможно, неверную формулировку могут снять балл, а то и просто обнулить задания. Сейчас я расскажу по поводу баллов, ну, как они получаются. За первые 12 задач, за каждую дается один балл, а во второй части первые 3 задачи, это, получается, 13-е, 14-е, 15-е, за них дается 2 балла, за 16-ю и 17-ю задачу 3 балла, и за 18-ю и 19-ю задачу 4 балла. Они как раз-таки являются самыми сложными. Ага, а что это вот за самые сложные задачи, ну, скажите нам, например, уже ж можно сказать, я так понимаю? Ну, конечно, это ни для кого не секрет. Да, какая была самая задача, когда вы поняли, что все, катастрофа, что, ну, не то, что катастрофа, а эту задачу я не решу. Ну, на самом ЕГЭ я не видел катастрофы, я видел катастрофу до ЕГЭ. Как мне кажется, самая сложная задача на ЕГЭ – это 18-е. Так. Это задача с параметром. Ну, там что, лодка плывет или что, как это звучит? Не помните? Ну, как бы так объяснить. А вот попробуйте. Ну, вот, допустим, есть уравнение. Так. Где есть одна неизвестная. Так. А вот параметр – это, ну, можно сказать, вторая неизвестная, от которой зависит первая неизвестная. Ну, естественно, да. И вот надо, в зависимости от вопроса, как-то вот решить вот это вот уравнение с двумя по факту неизвестными. И вот если вы решаете, то вы получаете эти большие баллы. Да. Я правильно понимаю, а самый минимальный порог, чтобы пройти ЕГЭ по математике, сколько должны быть баллов? Сколько я знаю, 6 первичных баллов. Это сколько получается? Ну, это 6 задач в первой части. Ну, вот у вас 100, а у них минимум? Насколько я знаю, максимальный первичный балл – это 32. Так как в ЕГЭ по математике можно 2 балла потерять и получить 100 баллов, то, соответственно, даже если у вас 30 баллов, вы сможете получить эти самые 100 баллов. Ага. Вот у меня 30 как раз-таки первичных баллов, потому что из-за невнимательности я сделал парочку глупых ошибок арифметических, но при этом вот… Все равно. Да, все равно 100 баллов. То есть вас простили. Простили, да. Ну, знаете, я вспоминаю сейчас свой экзамен и до сих пор удивлен тому, что это был экзамен по физике, и как раз была там такая попытка системы, тоже надо было в квадратике записать решение. Вы будете смеяться, что задачу я решил неправильно, но ответ оказался все равно тот же самый. Такое же бывает? То есть ход логика… Ну, там не требовали логику решения, просто когда я пришел домой, все просчитал, а потом оказалось, что совпало. Представляете, в жизни тоже такое бывает. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сдали 100 баллов. Дальше что? Дальше… Какой-то еще экзамен у вас будет? Да, я планирую написать дополнительные вступительные испытания в МГУ. Насколько я знаю, это единственный вуз в России, где нужно писать вступительные экзамены. Это будет вступительный экзамен по математике. Который несколько сложнее ЕГЭ. Но я все равно постараюсь его написать на… А вы уже как документы… Я так понимаю, что выпускные уже прошли, то есть вы уже отгуляли все как положено. Я вот собираюсь вот как раз-таки на днях подавать документы в несколько вузов. Это МГУ, ВШЭ и, скорее всего, Бауманка. Понятно. Ну, понятно, что МГУ. Ну, главная цель, конечно, МГУ. А если не МГУ? Я просто сейчас вдруг кто-то вас увидит, подумает, мы хотим тоже такого студента. Если не МГУ, то на втором месте кто? Как вот в ЕГЭ, да? Сколько баллов? Если не МГУ, то… На втором месте факультеты ВШЭ. Правда, не самые лучшие. ВШЭ – школа экономики. То есть максимально 300 баллов. Но там есть факультеты, куда проходной примерно 270 по трём предметам. У меня примерно столько и получается. Понятно. Это факультет информатики и вычисленной техники и факультет прикладной математики. Ну, хорошо. И потом Бауманка на третьем месте. Да, и потом Бауманка. А в финале-то кем хотите быть? Вот, предположим, вы выучились прямо сразу в трёх вузах. Вот кем вы хотите быть? Кем вы увидите себя лет в 20, 30, 40? Я хотел бы работать в IT-отрасли. Мне это интересно. IT-отрасли. Потому что особенно айтишники, как это принято говорить, очень популярны наши айтишники за границей. О чём, кстати, говорили и руководители страны, и руководители министерства ведомств. Получиться можно. А может быть, потом попасть в сотку людей, которые у нас есть, такой кадровый состав, попытать счастье? Ну, мне кажется, если бы я работал в сфере науки, то я бы хотел уехать за границу. Именно потому что у меня такая точка зрения, что неважно, в какой вы стране, наука – это общее достижение человечества. И вот, если не получится, мне действительно ещё хочется быть в какой-то степени даже учёным, по возможности. Ну, если получится, если вдруг я как же всё-таки умный. Если вот вы пройдёте обучение, потом дальше пойдёт уже аспирантура, и, возможно, даже обучение за границей, чтобы получить опять же опыт, то я не против быть и учёным. Хорошо, мы вернёмся к нашему разговору. Напомним, что это программа «Открытый диалог», и совсем скоро ещё продолжение разговора с Александром Галамазовым, выпускником, который набрал наибольшее количество возможных баллов по единому государственному экзамену математики. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В этом году Московская область отмечает 90-летний юбилей. Городской округ Люберцы активно принимает в этом участие. Вспоминаем прошлое, настоящее, ну и, конечно же, смотрим в будущее. И сегодня у нас в студии, напомню, Александр Галамазов, выпускник, который набрал максимально возможное количество баллов по единому государственному экзамену математики. Ещё раз здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И так мы остановились на том, что вы говорили о вузах, начали говорить о науке, и прозвучала такая фраза, что вы даже готовы уехать из страны. А что надо сделать, чтобы вы не уехали? Вам нужна квартира, зарплата, собственное конструкторское бюро или какая-то кафедра. Вот если бы, условно говоря, вам это предложили по окончанию вуза, то и вы бы сказали, всё, я остаюсь в России, потому что у меня есть все условия. Тяжёлый вопрос. Ну, мне кажется, что проблема больше в заработной плате, потому что всё-таки IT-специалист в России получает много, а вот учёный всё-таки получает намного меньше. А как мне кажется, работа учёного, она гораздо сложнее, чем IT-специалиста, и объём знаний, которые должен получить учёным гораздо больше. И, как мне кажется, всё-таки за такой тяжёлый труд необходимо платить больше. И в западных странах, насколько мне известно, платят... То есть культура заработной платы в западных странах по отношению к учёным уже как-то выстроена, а у нас всё-таки... Да, мне кажется, что... Но есть же молодые учёные. Вот интересно, вы как-то общаетесь с кем-то, раз вы хотите работать в IT-индустрии, наверное, за этим следите. Следите за западными айтишниками, за нашими российскими. Что сейчас происходит? Что вы хотите новое предложить миру? Ну, если говорить об IT-отрасли, я бы хотел работать в сфере машинного обучения. Это, ну, можно сказать, простыми словами, это искусственный интеллект. Мне очень интересна эта сфера. В этой сфере также, в принципе, можно быть и учёным даже в какой-то степени. Потому что это на данный момент инновационная отрасль, и в будущем она будет крайне важна для всего человечества. Ну, я очень надеюсь, что вы всё-таки станете учёным, при этом будете действующим айтишником, будете работать в Сколкове, у вас будет большая трёхкомнатная, а может быть и больше квартира, семья, и всё будет замечательно, потому что времени у вас ещё много. Вернёмся к математике. Я, опять же, вспоминаю, что так приятно в лучах вашей славы тоже вспомнить о том, что я очень любил геометрию, потому что была алгебра отдельно, отдельно геометрия, да? И я успевал решить сразу несколько вариантов. Вот вам что больше нравится, алгебра или геометрия? И почему, кстати, как вы считаете, вот вы сами прошли этот путь, почему очень много ребят вообще, ну, вот услышав слово «математика», делают «нет-нет, не моё, совсем не хочу». Почему бояться математики? Мне кажется, ну, вот я учился в школе, соответственно, и многие очень боялись геометрии. У меня с геометрией отдельная история. В ЕГЭ также существуют сложные задачи геометрические, к которым я готовился на протяжении трёх месяцев. Я прорешал очень много геометрических задач, и вот примерно года два назад я был очень слаб в геометрии. И я её так же, как и все остальные ученики, боялся. Но потом, проведя с геометрией три месяца... То есть вы с ней договорились? Да, договорились. И прорешав очень много задач, я понял, что это совершенно прекрасная наука. Потому что в алгебре очень важно количество знаний, которым вы обладаете. А вот в планиметрии, это та сфера геометрии, в которой, как сказать, 2D, можно сказать, геометрия, простыми словами, в которой достаточно использовать те условия, которые у вас... Это, на самом деле, в каждой задачке по математике вы используете те условия, которые у вас есть, но в планиметрии, мне кажется, это очень просто. То есть это, знаете, это как головоломка. То есть не нужно очень много всего знать. То есть достаточно там почитать пару теорем, каких-то свойств и так далее. И если у вас уже есть какие-то способности, то вы сможете решить эту задачку. То есть это вот как простой кубик-рубик. И это всегда очень интересно их решать, находить какие-то пути, какие-то, может быть, обходные способы решения задачи. Это очень увлекательное задание. Я вот вас сейчас слушаю, мне прям захотелось решить какие-то задачи, но боюсь, что ни одного балла я по ЕГЭ математике не заработаю. Давайте пойдем дальше. Ваша школа. Очень много всяких ходит слуха, что все равно выпускники на единые государственные экзамены приходят, как-то проносят какие-то там. Там вот недавно был случай, тоже где-то зафиксировали, что у человека была шпаргалка и так далее. Вот как вас школа готовила к этим экзаменам? Как проходил сам экзамен? Кто принимал? И как нам, людям вот со стороны, которые, не знаю уж, слава богу или не слава богу, но ЕГЭ никогда сдавать не будут? Хотя, кстати, можно попробовать. Это не воспрещается. Как это... Коррупционной составляющей там не было? Никто вам ничего не подсказывает? Да нет, конечно. На самом деле, никакая шпаргалка на ЕГЭ не поможет, потому что задачи всегда уникальные. И я сомневаюсь, что если вы там шпаргалке принесли пару формул по математике, это вам поможет, там, не знаю, с 30 баллов по математике подняться до 100. И то же самое по остальным предметам. По поводу школы. Школа довольно-таки серьезно готовила нас к обязательным экзаменам, потому что это очень важно. А как готовят преподаватели? Да, да, преподаватели. Преподаватели по русскому языку и преподаватели по математике. А кто у вас преподаватель по математике? Как вот происходил процесс подготовки? Не имя сказать. Ну, можно, почему же? Меркулова Ирина Львовна. Как еще раз? Меркулова Ирина Львовна. Ирина Львовна, так. Да. Как готовила вас? Ну, давала разные самостоятельные, разбирала типовые задачи. Ну, это, в принципе, самое главное, что нужно делать на ЕГЭ по математике. Ну, вы же понимаете, что она довольна сейчас, что это вот как в спорте, я не знаю, там, чемпион мира в данном случае. Ну, не чемпион мира, конечно. Но чемпион. Хорошо, чемпион. Можно так сказать. Мастер спорта. Мастер спорта. Скажите, пожалуйста, вот в наше время, ну, всегда, да, отцы и дети, отцы считают, что они умнее, дети и глупее немножко. Вокруг ваши сверстники, да, есть такое ощущение, что общий уровень образования немножечко снизился. Как вы к этому относитесь? Это так или все от человека зависит? Я, честно, не могу говорить о всех сферах учебы. Ну, вот что касается технических предметов, мне кажется, что в России одно из самых сильных технических образований в мире. И люди, которые, то есть, одиннадцатиклассник, который окончил среднюю школу, мне кажется, в математике, физике или информатике будет намного сильнее, чем ученик, допустим, из Европы. Вот. И тоже касается высшего образования. А нужно сегодня высшее образование, потому что, опять же, существует такая байка, да, что сегодня, зачем высшее образование, надо сразу идти работать, если у человека там бизнес-жилка есть, да, сразу зарабатывать деньги, потому что и семья может образоваться, и, собственно говоря, родителям иногда уже люди помогают, да, ну, быстро так этот процесс происходит, взросление. Нужно оно вообще высшее образование? Ну, если вы идёте в бизнес, то там, конечно, многое зависит от удачи, но это всё равно очень большой риск. А так, чтобы гарантированно иметь высокооплачиваемую работу, то всё-таки желательно получить высшее образование. Сейчас везде смотрят дипломы высшего образования. А вот ваши коллеги в вашем классе, кто много собираются идти поступать? Да, у нас, в принципе, в школе хорошо математику сдали, очень много человек получило больше, чем 90 баллов, и на самом деле 100-бальников могло быть намного больше, потому что я вот знаю, по крайней мере, двух ещё человек, которые могли абсолютно легко написать математику на 100 баллов, но вот из-за арифметических ошибок, может быть, где-то невнимательности, не повезло. А как вы считаете, почему в математике больше теорем, чем аксиом? Аксиом уже просто, она не требует доказательства, а теорема требует всё время доказательства. Ну, как в жизни прямо. Зрители непоготовленные, я не знаю, ну, ладно, расскажу. Аксиомы всё-таки это фундамент. Так. И это, знаете, это вот как вот, не знаю, наверное, даже корни, что ли. А вот теоремы – это уже, собственно, всё вот дерево, веточки, всё, что вот растёт. Да, листья опадают, вырастают, выпадают, вырастают. Понятно. Скажите, пожалуйста, есть на сегодняшний день в мире математики какая-нибудь теорема, которую пока ещё никто так и не доказал, я думаю, их несколько, наверное, которую вы бы попытались всё-таки доказать? Я, честно сказать, не очень интересовался этой темой, но вот я знаю, что была такая теорема-фирма, которую очень долго пытались доказать. И, насколько я знаю, по-моему, вот уже после 2000-го её кто-то всё-таки смог доказать. И там вот, по-моему, очень большое доказательство страниц на 40, насколько мне известно. А сколько нужно помнить, это сейчас не экзамен, это я вас готовлю к поступлению в МГУ на очень-очень непрофессиональном уровне. Скажите, а сколько нужно помнить цифр после запятой в числе пи? Ну, чтобы показать, что ты математик. У меня есть друг, который знает 50. 50? Да. 3,50 цифр? Да, да, да. Боже ты мой. Я знаю... А зачем? Ну, многие, я знаю, математики этим занимаются, учат цифры после числа пи. Это такая, знаете, традиция, можно сказать. Я лично этим не занимался, поэтому я знаю только два. Ваши родители, ваши друзья и ваша обычная жизнь. Мешает вот такое погружение в учёбу? И как происходит? Какой вы в быту? И что мама с папой ваши родные, близкие, дедушки, бабушки, друзья вам сказали? Ну, честно говоря, вот в 11 классе немножечко помешало. Я готовился довольно-таки интенсивно. Вот. Хотя, на самом деле, можно было и немножечко снизить уровень подготовки, потому что ЕГЭ по математике оказалось немножечко проще, чем я рассчитывал. Но всё равно с... Ну, лучше так, чем нам. Да, да, лучше уж наверняка. Вот. Ну, один год, но не сказать, что мне было прям очень плохо. Я люблю математику, и прям уж... Родители переживали, кормили вас как-то. Ну, кормили, конечно, переживали немножечко. Особенно на ЕГЭ по математике, мне кажется, они переживали больше, чем я, потому что я не переживал. Вот. Но... А друзья, что говорят? Не считают вас какими-нибудь, ну, знаете, как, о, слишком умный, нет? Да нет, я им ещё год назад сказал, что вот пообещал сдать на 100 баллов. Ну, мы хотим вам тоже пообещать, чтобы вы всё-таки поступили в Московский государственный университет. Ещё один такой вопрос. Это викторина. Вопрос напоследок. А вы знаете, почему, даже если вы станете учёным в области математики, вы никогда не получите Нобелевскую премию? Да. Ну, расскажите. Я получу премию Шинона, насколько я знаю. Ну, давайте расскажем нашим зрителям. Я вот недавно читал про это. Нобелевская премия. Был такой человек, кажется, по фамилии Нобель. И он после смерти оставил, кажется, миллион... Я не помню, в какой валюте. Сейчас неважно, да, деньги растут сегодня. Ну, и, в общем, он положил их в банк, и благодаря некоторым махинациям с процентами они постоянно растут. И, таким образом, вот этот самый миллион, который он положил в начале 20 века, он ещё существует. И он как раз-таки является тем самым фондом для... Нобелевских премий. Насколько я знаю, Нобелевская премия выдаётся по литературе, ну, по достижениях в литературе. Медицина, химия там. Медицина, химия, стремление к миру. К миру, да. И... Почему по тематике не выдаётся? Вот не знаю, если честно. Наверное, Нобель не считал это. Тогда я вам расскажу после эфира. А премия, как вы вторую говорите? Насколько я знаю, премия Шинона выдаётся за выдающиеся достижения в математике. Спасибо большое, Александр Галамазов, выпускник, который набрал максимальное возможное количество баллов по единому государственному экзамену по математике. Мы желаем вам, Александр, всего самого доброго. И вот в свете всех событий, которые происходят, в том числе и в городском округе Люберцы, в год 90-летия Московской области. Будет приятно, чтобы лет так через 10-20 вы порадовали нас своим званием российского большого учёного. Всего доброго. С вами был Николай Пьевненко и программа «Открытый диалог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова